Субтитры сделал DimaTorzok 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 И вот там возник такой вопрос Вячеслав Викторович Володя говорит Ну как так может быть? Если огурец стоит 30 рублей, его закупают все А продают по 150 рублей Но если такой вопрос стоит остро Где там вы берете его и скупаете У нас очень развита у самих производство закрытого грунта Я имею в виду в Саратовсков Мы себя обеспечить можем Зачем его покупать по 30, а продавать по 150? Вы можете это объяснить? Согласен с вами, да, соответственно У нас закрытая цена средняя по 256 рублей, соответственно Сейчас мы можем пройти к полке посмотреть Действительно есть проблемы с ценообразованием Соответственно, мы учтем этот вопрос И по проработке местных мостовщиков Мы сейчас уже занимаемся ценообразом, соответственно Основные сейчас поставщики Даллоград Мы можем беспосредник вот здесь взять Отлично Пожалуйста Прямые коммуникации, контакты Сегодня время такое Мы должны все плечом отставить Не просто сказать Вот такие сети и все остальное Мы-то работаем для наших жителей Поэтому нам очень важно А, с одной стороны И работа наших предприятий Но у нас есть сегодня продукция Мы его готовы поставлять Пожалуйста Цена не 150 рублей Она приемлемая Приемлемая для сетей, насколько я понимаю Но давайте как-то это искоренять Здесь местные поставщики Это Энгельс и Саратовский А, Энгельс и Саратовский, да? Да Как ценовой сегмент по хлебу? От дешевого Хлеба не есть какие-то? Вот я смотрел тоже Ну такие напряженные разговоры шли Что мукомолы там Хлебопеки, взаимоотношения Вот на каком-то не так давнем времени Что-то напряжение какое-то было Сегодня я знаю Что интервент фонд И эмбарго поставлено там на экспорт сегодня За исключением там последних 7 миллионов тонн Все остальное под контролем Там не должно быть каких-то хлеба Нет, цена на хлеб не изменилась Ни в какую сторону Не уменьшилась Вот как она Была Даже вот взять Нам здесь тоже понимать Учитывая, что у нас Тихий креп, он как был 17 Так остался Переходящие, которые мы контролируем И понимаем, что у нас в области есть Чтобы здесь тоже не интриговали Нет, повышение никакого уменьшения Ну, снижение цен тоже не замечено было Ассортимент тоже? Ассортимент, да От дешевого до дорогого Ну, на любую Самое главное Сейчас надо максимально Понятно И наполняемость Мы говорим, максимально Чтобы соблюдать безопасность Учитывая, что Вы, как бы, такая сеть непрерывного, будем говорить Цикла работы Жизненно важных Всех товаров необходимых Нам очень важно, чтобы вопросы Под контролем Те, которые рекомендации Сегодня у вас потребностно отдает Да, мы все рекомендации Размещаем Объясним внимание Про зал у нас Есть объявления У нас очень много объявлений Мы на входе разместили объявления Соответственно Спасибо вам большое Спасибо вам Спасибо Спасибо С завтрашнего дня Все-таки заработает пропускной режим Пропускной режим? Да Пропускной режим у нас работает? Ну, именно по пропускам Ну, по пропускам работают Пропуска же выданы Они работают Да И они будут работать И будет пролонгация Дальше, если кто-то не сумел Взять, возьмут На сегодня никакого ажиата Даже нет Отдельные вопросы задаются Но они тут же разъясняются региональным штабом Вот после вчерашнего выступления президента Не планируется ли расширить список работающих предприятий? Ну, понимаете, мы обсуждаем это постоянно на штабе Учитывая, прежде всего, меры безопасности Вот у нас часто задают вопросы по работе МФЦ Много структур, которые завязаны на это Но сегодня еще раз подтвердили И рекпалаты, и МФЦ, что будут работать пока в электронном формате Поэтому я сегодня дополнительно сказал Руководителю штаба, председательного правительства Чтобы и службы МФЦ, и рекпалаты И другие, кто в эту цепочку входит Доступно разъяснили жителям Как это будет работать Доступно, чтобы доступность была вот в этом формате Не просто сказать электронно работает А разъяснить доступно как Что раз люди задают вопрос Потому что многие сделки, они сегодня В связи с такой активной фазой работы нет Конечно, сдержаны, а мы понимаем За этим стоит бизнес, за этим стоит жизнь Поэтому она не должна останавливаться Максимально смотрим, какие еще возможности есть сегодня Понимая, что особенно малый, средний бизнес Здесь есть много проблем И формы поддержки Я сегодня выходил в эфир, записался И рассказал об этом И федеральный форум поддержки И мы, который пакет вчера на областной думе приняли Поэтому мы будем постоянно на коммуникациях И в зависимости от напряженности Напряженности текущего момента Будем принимать решение